Это я, Леноватый Золотой. Спасибо, Господи, ангелы-хранители Вам. Спасибо, Господи. 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 Я люблю тебя давно. Спасибо, Господи. Приятного. Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Типа колядок есть. И там они бесконечны. Там о ком только нету. О всех святых. Она на одной ноте поется. Ну такая веселенькая, более-менее, как колядка. И начинается с Троицы, потом о Христе, о Святом Духе, о Пресвятой Богородице. И потом пошли пророки и так далее. Святые. И вот о них песня идет. У кого есть раскол? Хотите послушать? Сестры, староблячеству, хотите послушать? Раскол, начало самое, первая серия, с самого начала. Они там поют эти колядки православные. Они, скорее всего, пришли с Литии, назывались Литии Иоанна Златоуста. В противовес Арианам Златоуст придумал. И вот они пели. Селедать, они передались через Византию туда, в Малороссию, в Киев. И в Киеве задержались. А в России их уже не было. В России уже все было намного мрачнее. Все покаянные только у нас. Все нужно быть печальными, потому что мы гречники, многогречники. Правильно я же говорю? И тон нормальный. Веселым никогда нельзя было быть. Все время нужно было каяться. Каяться. А они поют. Помните этот фильм Раскол? Они идут и поют эти слепцы-то. О, Пресвятая Богородица, да ты наша радость и веселье. И потом дальше. И Пахомий ты наш святой. И вот так вот поют, поют, поют. И потом, это, кони-то приближаются. И пацаненок, давай, давай быстрее, это, что, кони, да, быстрее. И они только к стогу-то подальше. И, это, и идут. Идут. Идет царь, за ним кони там, но он идет пешком. И говорит, а что там? Да, говорит, идет какой-то, говорит, молодой, говорит, юноша. Юноша? А ну кидайся ему в ноги. А тот стоит, он его раз вот так толканул прям, и он под ноги-то падает. И вот тогда остановился царь. И че это? Да я это-то... Да споткнулся молодой еще этот слепец-то. И этого пацаненка отряхивает. Он, а вы кто такие? Че так хорошо поете? Говорит, я, говорит, не слышал, чтоб так пели хорошо. И он говорит, да мы с Малороссией идем. А, вон откуда. И потом он этому Никону говорит. А че, говорит, Малороссии такие, говорит, песни аж за душу берут. А у нас все стоят такие вот. Я думаю, надо же, этот царь уже замечал это даже. Давай, гости, поедем. Занятия уже нет? Да у нас занятия всю жизнь. Ты че, не видишь, что ли? Мы только и делом что-то занимаемся. Мы даже едим занятия. И легенда древняя, Иисус Христос был вознесен на крест. И мертвым был вокруг положен с древа, И в третий день не смертный шмар. Воскрес! Поистину воскрес! И легче дышится. Воскрес! Как говорит ребенка взгляд. Воскрес! Поистину воскрес! И твердя! Сегодня праздник ближнему и дальнему Пусть слышится под свудами небес. Воскрес! Поистину воскрес! И легче дышится. Воскрес! Нам говорит ребенка взгляд. Воскрес! И легче дышится. Там дышится. Поистину воскрес! И легче дышится. Не скрыть, не удержать нам войной радости Мы торжествуем, мы поем сейчас Христос воскрес, вы вместе с нами радуйтесь Воистину воскрес, Он и для вас Поистину воскрес, легче дышится Воскрес, нам говорит ребенком взгляд Поистину нас в пенье пищи слышится Поистину воскрес, светит верня Поистину воскрес, легче дышится Поистину воскрес, легче дышится В истину воскрес, жизнь и твердя Заряд для занятий Начнем Первая, вторая Коринфянам Как предлагался Царю Небесную Давайте, еще раз Еще раз? Еще раз? А вы любите записи Царю Небесную Утешителю души истины И живет в детстве И вся исполняя Сокровище благих И жизни подателю Приди все лися вны И очистены от всяких скверны И спаси блаже души наши Господь наш Иисус Христос Мы преподаем к Твоим ногам Прибудь с нами Научи нас, Господи Истины Изложены в Святом Писании Помоги нам, Господи, усвоить ее твердо Чтобы не колеблясь Исповедовать ее Людьми погибающими во тьме Знания и неверия Тебе слава, Слава Им Отцу и Сыну Святому Духу Ныне, Всегда и Вовеки Веков Аминь Аминь Сергей Продолжаем изучение Послания апостола Павла Второе послание апостола Павла Коинфирам Закончили мы На предыдущем занятии Двенадцатым стихом Мы вернемся к нему Ибо была у нас связь Времен и мыслей наших рассуждений В данном случае Послание апостола Павла Каринфина Двенадцатый стих Ибо похвала наша сия Есть свидетельство совести нашей Что мы в простоте И богоугодной истинности Не по плотской мудрости Но по благодати Божией Жили в мире Особенно же у вас Следующий стих Тринадцатый И мы пишем вам Иное как то Что вы читаете Или разумеете И что как надеюсь До конца Вы разумеете Толкование Поскольку апостол Многое казалось бы Сказал о себе То чтобы кто не сказал Что это самохварство Говорит Мы пишем вам то Что вы читаете Настоящем послании Что вы и без этого знаете Ибо знание Прежде полученное Вами обо мне Не противоречит Моим посланиям Некоторые же Понимали это так Мы пишем вам то Что вы читаете То есть Что припоминаете Ибо чтение Есть припоминание Или высшее знание И зачем Говорю я то Что вы помните О чем знаете Что оно принадлежит нам И не нуждается В напоминании Как известно Здесь вот Истолкование Теофилакта Болгарского Напоминает нам Слова Которые часто Повторяет наш Настальник Игнатехнич Когда его Обвиняют Ты опять о себе Ты опять хвалишься Но апостол Павел Говорил Тоже он хвалился И причем Говорил Об этом Открыто О чем Говорите О чем К чему призывать Должен проповедующий Ну должен призывать Прежде всего Какому-то подражанию Как нас Часто учили Вернее Учили нас в школе Юноши Обдумывающие Жизнь начать С кого С слова Маяковского Начинание С товарища Держинского Но мы же не с Держинского Должны начинать Мы должны подражать Тому Кто живет В конкретной жизни Для кого Слово живо И действенно Постоянно На каждый миг А этот человек Имеет полное право Говорить о себе Потому что он живет Так Если его слово Не расходится с делом Так же Как и апостол Павел Как говоря Подражайте мне Как я Христу Призывал он Подражать И здесь интересно Он Призывает То что вы читаете Или разумеете То что надеюсь До конца Вы разумеете Уже знают Еще не до конца Разумели Разумели конкретно О нем О словах Которые он говорил То есть Нужно время Еще нужно Усилие Какое-то Приложить Для того Чтобы уразуметь До конца Да я хотел сказать Ну вот это Это как раз Отношение Такой людей К данному Месту Как бы Евангелия Как пример Оно относится К людям Современным Вы это передаете Говоря Игнатих Начал Нашим Наставник И Организаторе Общины Как раз Это говорит о том Что люди Слово Божьего Не знают Если бы они Соответственно Как прочитав Делали выводы По Слову Божьему То они бы И знали Об этом Что Можно говорить И о себе И хвалиться И хвалиться тем Что Люди Через тебя Там пришли Допустим Обратились От сектанства Или пришли В веру Почему бы нет Допустим Я уверовал И первым Я стал Начатком Моей семье Я маме Своей первой Привез Библию Я прожил уже Тридцать лет Почти что Двадцать восемь лет Я прожил И я привез Библию маме своей Не она мне Библию там Сыночек Давай читай Слово Божие Как мы поем Баптийские песнопения Мать говорила мне Самую С младенческих лет Что Сынок Обращайся К Слову Божьему Но этого же не было Что теперь сказать А мама у меня Верующая Сестра Уверовала Ходят в церковь Православную Молятся Читают Слово Божие В толковании Даже Блаженного Филакта Вот это толкование Это мой подарок Для них был Я им дарил Игнать Тихонович Тоже маме дарил И сестре моей Тоже передавал Поэтому я что могу сказать Другие у нас Братья и сестры Я тоже знаю Тоже могут сказать О себе Что они начатки В своих семьях Потому что Но не было такого В семье Чтобы веровали В Бога А теперь это Стало Действительностью Пред Богом Говорим же Поэтому мне Кажется Здесь нужно Как раз И сказать о том Что Должно быть Знание Слова Божье Чтобы хотя бы Рассуждать О том Что делает Человек Тот или иной Не то что там Апостол Павел Сделал Или там Господь Сказал А любой человек Сделал что-то И ты должен Рассуждение Через Слово Божие Провести А не так Что сразу Что тебе там На сердце пришло А у тебя не так Да мало ли что У тебя в жизни не так Ты еще не явился Начатком сил Божьих Чтобы распределять Так или не так В своем уме Судить Кто это продолжит Мысль Брата Рассуждение Феофилакта Болгарского По этому стиху Далее 14 стих Так как вы Отчасти Вы разумели Уже Что мы будем Нашей похвалою Равно И вы Нашей В день Господа нашего Иисуса Христа Как интересно Он Они будут Его похвалою А он Для них тоже похвала То есть Взаимно Хвалиться Друг другом Мы должны Достижениями Своими Продвижениями По пути Спасения Вот чем мы можем Друг перед другом Не то что похвалиться А просто порадоваться Друг за друга Все возлагает На Бога Надеясь говорить На Бога Что вы знаете Нас такими Какими показывает Послание наше И прошедшая Наша жизнь Отчасти Уразумели Уже То есть Из опыта Знаете Потому что Мы отчасти Представляли Уже вам Некоторые доказательства Добродетельной Жизни Своей жизни Разумеется Сказал так Мне Сказал так По скромности Что же Узнаете вы То что Наша похвала То есть Что я Таков Что могу Дать вам Средство Хвалиться Мной Что имеете Такого Учителя Который Не учит Ничему Человеческому Выделено Жирным шрифтом И подчеркнуто Еще раз Повторяю Имейте Такого Учителя Который Не учит Ничему Человеческому Ничему Зловредному Ничему Коварному Потом Дабы не показалось Что говорит Это о себе Из хвостовства Делает Похвалу Общей И говорит И вы будете Мою похвалой Ибо я буду Хвалиться Что у меня Были такие Ученики Не колеблющиеся Не поддавшиеся Обольщением Лжиапостолов Когда же Мы будем Хвалиться Друг другом И теперь Но особенно В день тот Ибо И теперь Многие Видят Те злословия Поношения Какие Претерпеваем А может быть И злословят вас Тогда же Когда все Будет Разоблачено И обо мне Будет явно Что я не таков Каким Представляет меня Клеветал Жиапостолов И вы Так же Будете Похвалою Нашую Потому что Не присоединились К обольстителям Комментарий Иглы Игнатий Началовкин Когда В России Был последний Учитель Который Не учил Ничего Человеческому Когда Чтобы Ответить На этот вопрос Нужно Знать Библию Слово Божие Не И по Нему Сверить Все Нужно Знать Слово Божие И по Нему Сверить Все Что Есть В ваших Книжных Шкафах Хватит Кто Кто Желает Дополнить Высказаться У кого Какие мысли Вопросы Недоумения Все Все Понятно Ну Если Непонятно Дальше Продолжим Пятнадцатый стих И в этой Уберенности Я намеревался Прийти К вам Ранее Чтобы Вы Вторично Получили Благодать Каким Упованием Тем Что Я Не Что Я Не Осознаю Что Я Не Сознаю За собой Ничего Худого Что Я Похвала Ваша Что Я Обращался Не в Плотской Мудрости Но в Благодати Божией И что Наконец Свидетелями Всего Этого Для Меня Вы Вот Почему Я намеревался Прийти К вам То То есть Двойную Радость Одну От первого Послания А другую От присутствия Моего Ну Тут Собственно Толковать То что Двойная Радость И Двойная Благодать Первая Благодать От его Послания Вторая Благодать И Радость От Примого Общения С ним Когда он Пришел К ним 16 И через вас Пройти В Македонию Из Македонии Же Опять Прийти К вам А вы Проводили бы Меня В Иудею И тут Первое Коринфянам 16 5 Первое Коринфянам 16 5 Посмотрели Приедем Потому что Из первого Послания И во втором Послании Те же слова Ибо хотя Я Говорит Иначе Написал Однако Прийти К вам Старался И желал Прежде Нежели Увижу Македонию Так далек Был я От нерадения Прийти К вам И замедлить Исполнением Обещания Что желал Даже Прийти Ранее В первом Послании Сказал Неопределенно Чтобы вы Меня Проводили Куда Пойду Опасаясь Чтобы Сказавший Что пойдет Геудея Потом был Вынужден Духом Отправиться В другое Место Не показаться Лжецом Как Заботился Об этом Апостол Павел Чтобы даже В независящих От него Обстоятельствах Не оказаться Лжецом Теперь же Когда не удалось Прийти к ним Смело Говорить Что хотел Чтобы они Проводили его В Иудею Но Богу Угодно было Чтобы я Вовсе Не пришел К вам И не был Провожен Вами В Иудею Толковать тут Собственно Немного Нечего Сочной Тоже Что-нибудь Сказать 17 стих Имея такое Намерение Легкомышленно Я поступил Или что Я Принимаю По плоти Припринимаю Так что У меня То да Да То нет Нет Здесь яснее Оправдывается Относительно Промедление Говоря Что Желал Прийти к ним Но почему Не пришел Потому ли Что я Легкомышленно Непостоянен Рассуждающий То так То иначе Нет Или я Желаю По плоти То есть По человечески Руководствуюсь Собственной Волею Так что Решу Сам То Что Решу Сам То исполню Будет ли Это То да То нет Отнюдь Нет Но я Нахожусь Под управлением Духа И не имею Власти Идти Куда хочу Но куда Он Повелит Поэтому У меня Часто Да Не бывает Да Ибо Это Бывает Не угодно Духу И нет Не бывает Нет Ибо Что я Отрицаю Кто Повелевает Дух Примечай Мудрость Как то Что Кривитники Делали Предлогом К злословию Именно Что Не пришел Хотя Обещал Обращает В похвалу Говоря Что Не имеет Власти Над собой Но его Ведет Дух Туда Куда Ему Угодно Духу Что Неужели Дал Обещание Не При Содействии Духа Но По Незнанию Будущего По Незнанию Ибо Не все Знал Так И молился Иногда О том Что Бесполезно Например Об удалении Искушений Во втором Послании 12 глава 7-9 И в Деяниях Есть Пример Что Это Было С пользой Чтобы Люди Не Относились К апостолам Как Богам Как Случилось Это С Леокан С Леокан С Леокан Леокан С Леокан Деяние 14 глава 11 стих Ну вот В этих стихе Эти три стиха Можно объединить И Сказать таким образом Что Он Как бы Не до конца Обещал Почему? Потому что Не знает Сможет ли он Прийти или нет Потому что Дух Святой Куда его ведет Туда он И должен идти Поэтому И его оправдание Здесь вполне Уместно И Закономерно Мы Часто В своих Поступках Житейских Поступаем Не советуясь Даже Со своими Братьями Сестрами И Не Вознося Просьбу К Господу Благословенно Будет Твой путь Или начинание Благословенно Будет ли И угодно Богу Мы Должны Исполнить То есть Дать ответ На Четыре Вопроса Прежде чем Начать Какое-то Любое Дело Какие Вопросы Кто Помнит Давайте Перечислим Чтобы Это было В Духе Святом Чтобы Дело Наше Всякое Было Угодно Богу Чтобы Оно Было Благочестивым Что Об этом Говорит Библия Что Говорит Об этом Библия Так Ищу я этим Небесного Или Земного Ищу ли я Небесного Или Земного Нет Отсюда Начинать Так Это Дневник О том Сказал Что Об этом Говорит Моя Совесть Это Потом Первый Начинать Кто Сказал Так Когда Сказал Кому Сказал С Какой Целью Вот Четыре Вопроса Чтобы Понять О чем Говорится Кто Это Сказал Апостол Павел Но Для Многих Он Не Был Апостол Чтобы Понять Написано Нужно Войти В ту Обстановку Мысленно Воображение Воображение Это Первое Качество Лидера Воображать Как Это Было Какой Народ Кто Сказал Павел Это Мы Сейчас Канонизированы Это Обыкновенное Письмо Так Это Еще Письмо Мы Можем Вернуться А Тогда Он Сказал Так Ждите Я В сентябре Приеду А Он Не Приехал Он Сам Виноват Нужно Было Говорить Не Так А Сказать Если Господу Угодно И Живы Будем Яков Подправляет Павла Никто Этого Как будто Не Видит Яков Говорит Вот Поеду Будем Торговать Получать Доход Вместо Того Ты Который Не Знаешь Что Завтра Будет Сказать Если Господу Угодно Будет И Живы Будем То Сделаем То И Другое Павел Вот Это Не Сказал То И Они Твердо Ждали Когда Подождите Еще 15 Дней Придет Три Дня И Павел Будет Откуда Не Зай Ну Стоит Сколько Лет Вяло Тихо Жизоприне И Весь Сказ Даже Правитель Сказал Безумствуешь Ты Павел Большая Ученость Доводит Тебя До Сумасшествия И Поэтому Они Сразу Начинали Разыграть Этот Вариант И Павел Как раз Об Это Говорит В Первую Очередь Вот Он Задает Вопрос Хорошо Это Боже На Пепелах Видно Что У него Живой Но Дух Повелел Мне Пойти А Когда Ты Обещал Дух Дух Не Говорил Я Сам Сказал Он Как раз Об Это Говорит И Вот Когда Люди Начинают Дальше Не Зная Судить Это Суждение Не Рассуждение Они Рассуждали Никуда Дальше Не Пошло Суждение И Рассуждение Близки И Когда Говорят Не Судите В Большинстве Случаев Это Относится К Моменту Что Ты Не Знаешь Суть И Дело Ты Не Понимаешь Кто Это Сказал Когда В Какой Обстановке Сказал Кого Он Сказал И Почему Почему Прямо Евангелист Иоанн Не Сказал Что Вавилон Это Рим Почему Трудно Было Сказать Это Вызвал Бурю Гонение Сразу Ответ Один Нельзя Было Но Он Сказал Вавилон Но Мы Знаем Вавилон Пал И Все Святые Отцы Говорят Вавилон Это Рим А Второй Рим Новый Рим Назвал Константинополь А Третий Рим Москва Она Должна Сгореть Откровение 17-18 Глава И Все Наши Рассуждения Что Я Буду Говорить Там Патриотические Чувства Высказывать Не Получится Хоть Тысячу Сейчас Раз Увеличить Патриотические Чувства Ничего Не Мусульмане В один День Могут Принять Антихриста Все Не Так Выглядит Когда Сказал В какой Обстановке Кому Он Сказал Павел Оправдывается Здесь Справедливо Хорошо Что Оправдывался Не Надо Привязься К Слав А Ты Обещал Кто Со Мной Знаком Он Знает Я Категорически Против Обещаний Ты Знаешь Правило Если Солнце Касается Горизонта От Меня Ты Не Выйдешь Ко Мне Пришел Я Тебя Запру Ночуешь У Меня Почему Я Опасаюсь Да Ну Что Тут Так Ну Да У меня Жена Дома Двое Ребятишек Ну Двое Ребятишек Ты Ты Еще Живая Она Останется Одна Да Ничего Не Будет Вы Просто Любите Нагнетать Обстановку Леша Как Знаешь Иди До Дом Малейка Не Дошел Маслозавод Его Остановили С ножами К стенке До Трусов Раздели Ничего У него Нет Он Плакал Просил У меня Жена Ребятишки Там То Другое Я Яблоком Размахнулись Там По забору Шлепнули Ладно Иди Так Пришел Вот так Вот Вы же Мне Говорили Говорили Да Я Говорю Все Время Это Вот Она Сидит Главный Мой Свидетель Всегда Говорю Где бы ты ни была Никаких остановок Ты должна прийти Дома на крыльце Лучи солнца Должны тебя захватить Так нет Так Сколько уже ошибок было То Валя Помыться надо То Затор какой-то То Автобусы Ты со всеми этими расчетами Вместе Должна хоть пешком прийти Я случайно это говорю У меня опыт А что так у вас было Притом не один раз Которых я говорил Так они как огня боялись У меня Я около линии жил Тогда я Вот такие корочки нашел И написал От меня выходить Хотя бы за час раньше До захождения солнца Или остаешься ночевать Рядом стоят пассажиры Вот эти Ну Красный свет Поезда Под поезд не лазить Под поезд не лазить Ни под каким случаем Какие варианты Варианты Стоять и дождаться Хоть через час Или обойти вокруг Или найти переходную площадку Это все И выдал Кто не согласен Ко мне больше не сходите Беспощадные Я в этом вопросе Беспощадный Сохранил несколько жизней Рядом соседка внизу Жила толстая такая Она не наш человек Выйдет Как каланча стоит Полезно Ее захватило Захватило И дальше ее наматывало На вал С тряпками Ее собирать Лопатой собирали Рядом не было Я тебе говорю Мимо слова Не пропускай Никогда никому Не обещай Что я приду Говори Если Господу Угодно будет А человек Который слышал Говорит Так он сказал Значит Господу Не угодно А может быть Живого его нет Он сам себя оправдает И Яков нам это говорит Вот я о чем говорю Павел был неправ И Павел Говорит он был неправ Не надо защищать А он теперь обороняется И говорит Ну я не знал Как бы Дух Святой показал Не надо остаться Не надо Там люди верующие А тут только обращаются Вот На это надо обращать внимание У меня один вопрос Сейчас стоит Здесь Виктор Николаевич А где он? Вроде был А нет? Ну сейчас выжил А? Выжил Был здесь Место святое Пустое не бывает А без него как Говорит Ты еще Савченко Значит нам нужно Хорошо обдумать Летом продолжить Прошлогоднюю работу Мы же не закончили ее И какие варианты Выигрывает сейчас? Договаривается Кто-то один Назову его даже Михаил Ну он Расположен к этому делу Он договаривается С компаниями Заранее ему договариваться На каждую область Нужно найти Где ставку сделать И почты Этими Которые Развозят Разослать В каждый город 20 экземпляров Допустим До Мурманска А там В каждой области Нанимать машину Ты понимаешь Что это такое? Незнакомо Нанимать машину Найти место Где остановиться Это невозможно Невыполнимо Единственный Путь Который Один Самый дешевый Поехать туда Дать объявление Раздать бесплатно Но у меня Задача Другая Библиотеки Поэтому Нужно Собрать Компанию Команду Сказать Конечно Идеально Было бы Если поехали Те же самые Но я не еду Видите Какие-то Экзамены Отставить Перенести На другое время Не экзамены Поездку Можно сделать В июле В августе Ехать нужно Примерно Полтора месяца Неделя Туда Неделя Обратно Один месяц Работать Мы Отставили Там Большой материал На 100 Экземпляров На 100 Библиотек 100 городов Вот теперь Думайте И говорю Мне все время Это дума Болячка А мы Обещали Ничкому Ничего не обещали Это определенно Я начал Ты с чего Куда пошел Почему А мы нигде Не обещали Хозяин Разрешил нам Держать этот контейнер Зиму Но Надо Совесть иметь А если ему Она нужна И будет Дальше деваться Некуда В один город Просили И там Сразу создалась Обстановка Такая Что даже Другие гилья Не держать А меня уговарили Ну давайте Перешлем Туда сейчас Перепакуем Перепаковали Мы потеряли бы Все Когда я говорю У меня желание Всем сказать Вы не спорьте У вас Не вся информация В руках У Павла Информация Была Но ее оказалось Недостаточной Господь показал Остаешься Понимаете как Я думаю Вот так А там уже Сейчас будет Разгром Оттуда Придут Зарвут И ничего И не надо думать Но я как человек Смертный Я обдумываю Что же дальше делать И пока зима прошла Были люди Которые очень хотели Помочь Но Это дело Очень непростое Должны быть Подвижники Отказаться от всего Ехать Заплатить деньги Я ничего дать не могу Когда приехали У меня деньги оставались Я тут же их распузырил Сразу же Узнал кто нуждается Кто строится У кого дети Деньги раздал Но если сейчас Нужно будет ехать Деньги у меня будут В руках В тот же день Но меня везти Только как же Закутать уже В кашму Чтоб не качало Как у Киргиза в Хамане Я не могу И я опасаюсь ехать Мне 76 лет будет уже А отец у меня Жил 76 лет Я На больше не рассчитываю Ты понял как Кому он сказал Павел Людям Которые были верующие Они подождут Он не стал Я обещал Я пойду Он не стал Так Там более важное дело Вот так надо поступать Так он оказался Неверным Да неверный Неверный он Приносит извинения Откуда бы знал Что Дух Святой покажет Надо научиться Даже в малом сознации Тогда большое исполнится Я ясно говорю Да Я к тому что Павел извиняется Что Дух Святой Куда направляет Он должен ему повиноваться Вот я Вспомнил Из Деяния Книга Деяния 16 глава 6 стиха Пройдя же через Фригию И Галатийскую страну Они не были допущены Духом Святым Проповедовать Слово Васии Дойдя до миссии Предпринимали идти В Эфинию Но Дух Не допустил их Миновав же миссию Сошли они в Траду И было ночь Увидения Павлу Предстал некий муж Македонянин Простя его И говоря Приди в Македонию И помоги нам То что вот о том Что Дух Святой Направлял его Он ходил в одно место А Дух Святой Появлял В другое место идти Надя Ты племянницам говорил Остаться на занятия Просила? Нельзя Таких машин Наждала Они в Новосибирск едут Как будто Такие важные дела Они в Новосибирске Даже какой-то отговор Искать будете От моря до моря И Новосибирска не будет В первую очередь Как мегаполис горит Так у них билеты Куплены на вновь Ну, можно было Заранее посоветовать У них есть бабушка Ты посоветовались Да нет, конечно Это никакой не отговор Растут полумирские Если не совсем мирские Ничего не знают Знают только то Что у нас там были Ухватили От тебя тут Понимаешь Как будто я навеливаюсь Понимаешь Со своим, говорится, добром Считай Если будет возможность Сказать Прямо сюда Вопрос снятый Все Еще пару слов Нашевельну губами Этого делать не надо Нужно вовремя Тормознуть И так опыль пошла Следующий Восемнадцатый стих Верен Бог Что в Слово наше К вам Не было То Да То Нет Опровергает Возникающее возражение Кто-нибудь Совершенно справедливо Мог сказать Если Сказываем Это бой Не твердо Но часто Говоришь Ты Да Оказывается Нет То мы боимся Не таково ли И учение Твое Не такова ли И проповедь Твоя Да И нет То есть Не постоянно И не тверда Но провержение Этого возражения Говорит Что обещание Прийти к ним Было его делом Его делом Поэтому оно И не исполнилось Что же касается Проповеди То она Есть Дело Божие Подчернутая И выделена Жирным шрифтом Что же касается Проповеди То она Есть Дело Божие А что от Бога То Недоступна Лжи Поэтому и сказал Верен Бог А что от Бога То недоступна Лжи Поэтому и сказал Что есть Что Поэтому и сказал Верен Бог То есть истинен А поскольку Он истинен То и Слово Его К вам Проповеданное нами Не есть Непостоянное Ни нетвердо Иногда да И иногда нет И комментарии И Л Сегодня Делом Божиим Пастырь считает Уметь вести Богослужение Справлять требы Но вот что Говорит Толкователь Что же касается Проповеди То она Есть Дело Божие Дело Божие Проповедь Хотел Маленько добавить Постоянство Непостоянство Никто не знает Что более постоянный Вот мы Как константы Прямая линия Наша община Сегодня день Община у нас Вот сегодня Засчитывали Мы тогда Когда нас Никто не поддерживал Мы говорили Московская патриархия Она имеет благодать Зарубежные Нас долбали Батюшку там Давили Не знаю как И те Которые были Против Московской патриархии Особенно Сильные Против нее Выступали Там Экуменическое движение Мы ничего Не отменили Мы тоже Не согласны были Но мы объявили Что она благодатная Можно ходить Можно причащаться Они первые Туда сиганули Мы худо или бедно Допустим 120 приходов Было здесь 120 Это не два Остались только мы И потом У нас Ничего не изменилось Как было Так и есть Под них мы не пошли Все пошли туда Другие бросились Искать другие Юрисдикции К Афангелу Одесскому Пашковскому К Тихону Пасечнику Омскому Архипископу Там митрополит Мы туда не пошли А почему У них Невыполнимое Для нас Правило Первое Признать Московскую Патриархию Безблагодатной А мы на это Не идем И как у нас Господь провел Ну мы ни в чем Не изменили За 24 года К нам приезжают Архиереи Патриаршие Служат вместе Батюшка служит С ними В соборе Кафедральном Тогда помните Все дети Прищищались Это у нас С первого дня Было Мы ничего Не изменили Вот здесь Творь да да Почему Господь умудрил Мы голосовали Когда поехал Батюшка Категорически Против объединения Это ничего Нам не даст Только разложат Людей Тем более Торопятся Скорее 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 Не надо Но Сразу же Я сказал Давайте молиться Какое решение Примут Бунтовать не будем Чтобы нам не выродиться Всех То так было Все И так Сделали Это Акт О каноническом Признании А нам не надо Его было признавать Мы его признавали Мы его Сами себе составили Никаком Объединении Даже слова Не было Это потом Они уже заранее Это наметили Сурдинку Тут Путин Мешался Ну все Запутали И люди Разбрелись Уже не одна Не две Юрисдикции А 13 Или 14 Уже сейчас Кто что Я не знаю Остальные Даже Как называются Вот почему Мы сумели Так сориентироваться В самом начале Потому что все время Занимаемся Со Святой Библией Все время Просим ответа От Бога И мы не ошиблись Притом Сейчас тоже Проще всего Говорит Наши ребята Вот приехал Семинарист Сдавать экзамены Когда сдавать С завтрашнего дня Игорь готов В четверг Идет Идет Костя Идет Три семинариста Московской патриархии Помолитесь И мы заранее Заранее говорили Помню Когда 24 года назад В этом уставе У нас сказано Ну а теперь уже Тогда преследовали За то что там Какие-то там были А мы Немножко шагнули дальше Нас никто не упрекнет А вот ты вчера Мне говорят Ну вот вы Как уверовали 53 года назад У вас что-то изменилось Сибири Изменилось Но очень незначительно Я могу сказать Даже в чем В первую очередь В том что я считал Главная вина Славянский язык Сарковнославянский Поэтому люди не понимают Столбы Столбы Притом гнилые Люди ничего не понимают Потом я стал искать дальше Кто это сделал Это все Литургия Это Богослужения Акаписты И наконец Дохожу до третьей точки Она просто Вытекала Это все монахи сделали И на этом я остановился Но я ничего не изменил Во-прежнему Сарковнославянский язык Считаю Препятствием Для понимания Вот сейчас говорят Да вот Сарковнославянский Для того чтобы Славянские народы Кто придет Нас понимали Идет освещение воды На Аби Воды Когда Санэпидемстанции Заранее Сказали Пить нельзя И там стоят Все время Кто черпает Стоят люди И говорят Санэпидемстанции И говорят Воду пить нельзя В нее все стойки Все туалеты Все идет Нельзя ее пить Это зараза И в это время Как они освещают По-сарковнославянски Ну кто ходил туда И говорит Где у меня Ну ишка В царковнославянске Из динамиков то неслось Для кого оно Люди стоят В очереди Разговорят Никто ничего не знает Ну тут то можно было Для людей Которые первый раз пришли А пускай Изучают Ну кого изучают Один раз пришли за водой Когда он изучать то будет Что он будет изучать Когда у вас молитвенники То свои там Поповские Да он не будет изучать Это что Не любовь Пренебрежение народом А вот идет Теперь кисточкой Налево направо Метелкой машет Вот это они могут Ничего не говорить А люди сразу Утираются А глаза протер И никого уже нету Они создали Какую мифологию Он идет Вода освещенная Попала в лицо В глаз там все Батюшка у меня Накрапил на книге Так я тут протирал Протирал И говорю Не крапи Они и так освещены уже Благодати Духа Святого Нет Надо его покрапить Ну а на счет Тут пыли Беда прямо Видите Вот изменяется вера 53 года Это не 2 года У меня с первого дня Господь открыл Я сразу нашел Ну хоть один день Вы среди баптистов были Я проповедовал с капитры Ну хоть один день были баптистами Не был даже в уме Это нельзя было даже предположить А они все время звали Это Бог открывает И Бог проводит А тут чуть маленько не так сказали А я больше ходить не буду Я сегодня разговаривал тут С одной женой Я ходить не буду Он не будет ходить Почему Батюшка сделал замечание Что бороду постригает И куда Он сказал Я буду ходить в московскую патриархию Это здорово Так тебе там можно А там можно полностью сбрыть Сказал Так а ты же пропускаешь 3 недели нельзя А там говорит Хоть совсем не ходить Я нормально буду причащаться То есть он уже все понял У него уже все Да многие бегут наристалищить Они обманывают Говорят привратно Чтобы увлечь за собой Там требования будут Те которые Бог выставил Крепкой веры у тебя нету Нету верности в этом Писал заявление Не будет верности жене Я сразу все назвал И вижу что Ткнул в больное место Почему Потому что ты Богу не верен Ты обещал здесь Возвышать себя перед Богом Возвышать как То есть расти духовно А то ухватится Это слово возвышать Ничего этого нет Я говорю давай кукуй Ночная кукушка перекуёт Перекукует дневную Уже все Батюшка сделал замечание Сказал соглашенными Все я больше Так ходить не буду Своё я то абсолютно Не умерло Ничего больше и нету Все кончилось А там А я перехожу В Московскую Патриархию Нельзя переходить Зашел Вышел ты переходить Там где требуется требование Тогда переходить Грань Межа Тут ничего нету Улица И это они ничем не отличаются Хоть сколько приходи Хоть сколько уходи Они никого не знают Количество членов Назвать не могут Но единственное Могут сказать Может быть если их фиксируют Сколько крестили То есть мочили Преподали настоящее крещение С ним занимались Рановато Но ради родственников Допустили Чтобы не было разлада в семье И кажется экономия Мы показали Экономия Но этого было недостаточно Быстро вернулись На то же самое место Никогда этого имя человека Не произносить Только в молитве Если кто знает О ком говорю Вот и все Знаем Вот и все Больше ничего не надо Молиться надо Поэтому Потери конечно Большая Падение Но падение Он и стоять-то толком не стоял Ни одного вопроса Не задал по Писанию Вообще ничего нету И видно было Скорбь в душе Но по другому Пока нельзя было Никак Все семья крестится Он один На все вопросы отвечает Сообещается А ничего нету Мы видели Да видели Никто не голосовал Один я проголосовал Тогда допустим Я взял на себя Виноват Виноват полностью Я Вот я тут проявил Экономию Меня ругают Я не люблю это слово Но здесь Я видел просто никак Он мог бы просто встать И уйти Я думал Что как-то будет С семьей вместе В храме Он так и был И ходил И ничего нету Уже больше Я сказал Больше не приду Почему? Батюшка сделал замещание Да батюшка Еще должен был тебе Условия другие писать Борода пострижена Пострижена Стоять будешь соглашен И пока не отрастет Ты кого учишь-то? Давыда? Претензии не ко мне К Давыду Пророку Так Не надо говорить Что я не сплю Глаза не зажмурять Давай дальше 19 стих Ибо Сын Божий Иисус Христос Проповеданный У вас Нами Мною И Силуаном И Тимофеем Не был Да и нет Но в нем Было Да Полкование Наконец говорит Какое слово Не было Да и нет Тот Кого мы проповедовали Вам Не был Да и нет То есть Не было Проповедуемо Одно ныне И ныне же Другое Но было Да То есть Проповедуемо Было твердо И без колебаний Перечисляет Также и многих Из проповедовавших Представляя Свидетельство Их достойным Веры И в то же время Научая смирению Ибо Соучителями Представляет Учеников Своих Ну что Дальше Наверное Перечисление Просто Соучителями Своими Представляет Своих Учеников Вместе Проповедовавших Слово Иисуса Ибо все Обетования Божии В нем Да В нем В Иисусе Ибо все Обетования Божии В нем Да И в нем Аминь Славу Божию Через нас Толкование В проповеди Есть много Обетований Воскресения Мертвых Усыновлений И всеобщая Надежда Будущего Века Ибо И так Говорит Что Не только Проповедь Всегда Совершенно Одинаково И возвещается С непреложностью Но и Содержащиеся В ней Обетования Ибо Они Божии А что Обещал Бог То в нем Да И в нем Аминь То есть То Непреложно Ибо Исполняется Ни в каком Либо Из людей Но в самом Боге Почему И непреложно Кроме того Они служат К славе Его И конечно Если Ни для чего Другого То для Собственности Славы Бог Исполнит Свои Обетования Как же Исполнить Их Через нас То есть Через Благодеяние К нам Ибо мы Принимающие Обетования Подаем Ему Повод Исполнять Эти Обетования Если же Верны Обетования Божии То тем более Верен Сам Бог И слово О нем Твердо Слово Через нас И иначе Могут быть Понимаемы То есть К славе Божией Возносимой Ему Через нас Ибо Он Через нас Расславляется Маленько Поднимите руку Кто не хочет Участвовать А то я займу Эту ячейку В интернете Обещаюсь Отостеть Сейчас только На меня Один скинул Я на просторах Интернета Был И нашел Вас Нашел Я искал Искал И наконец-то Нашел Где истина Прямо открывается Все как есть Он не может Еще против сказать Вчера Выходит Один на меня И говорит Я вам брошюрку Выставил Когда брошюра У меня есть Посмотрите Как она Я посмотрел Я ему сказал Я ее подряд Не читал А так бегал Просмотрел Хорошая Но вы все-таки Пойдите Священнику И покажите Благословите А не издать ее Хочет занятия Библейские Он говорит Так я сам Священник Я посмотрел И правду Как-то у нас Переписка Слабенькая была Он заинтересовался И книгами И всем Ну и говорит Когда-то был там Работал с одним То ли он Алтарник тот был Ну и решил С ним заниматься Тот работал Говорит Я говорю На Библии Да Считаешь Ну читай Я буду Объяснять По Евангелию Вы подумайте Братья и сестры О чем говорят Жить по Евангелию Братья и сестры Вот и все Сестры все Порадовались Так я могу сказать Где в Казахстане Наши русские Приезжали Потом крещение Принимали Вот такое дело Брат Так что О чем мы считаем Мы должны делать Все время Поправку Где эти люди На днях Один на меня Выходит Через Вконтакте Я вконтакте Нет там Модераторы И он Услышал обо мне Священник один Пожилой уже И он услышал Про деревню И хочет Чтоб я приехал К ним в Самарканд Самарканд Узбекистан Видимо Да Да Ну и Сам то он не мог Ему 80 лет Оказался С лишним Такой подвижный Говорит везде И одному заказал Ну я стал Расспрашивать В интернете Выставлено уже Зайдете Увидите Я говорю А сколько храмов Православных Он их называет А сколько мусульманских Да так Но какая обслуживка Да хорошая Они гонят А я считал Что сектантов гонят Сектантов да Гонят Правитель хороший Он прямо их Теребит намертво Они везде Там разные Секты Стон Ну а почему Это же Не теократическое Государство Да конечно Людей зомбируют Это православные Людей зомбируют И как же Они их зомбируют Ну вот какое-то Там это Йогова Йогова Там Это Света Льогова Йогова Вот со мной был Так он Прямо Прямо меня берет И Ну что Кончина света будет Не сегодня Завтра Так разве плохо Он говорит Мы и так Должны себя чувствовать Я увы Кончина для меня Наступила Конкретно Скажите Так они Вот так вот делают Люди там Это Многие Жизнь самоубийством Закончили Сектанты Ну хоть они Назовите случай Они дезампированы А то ты Получается Они Я это выставил В интернет Я говорю Покажите где Я не сектант Я православный Ну Я не хочу Чтобы вы были Служителем лжи Если я православный Я должен быть Православным И заступаться Я не за веру И заступаюсь Поверь Они еретики Но их несправедливо Преследуют Как разрушители Государства Политическая статья Они хорошие Эти люди Повторяю Они хорошие Я с ними был Свидетели Егова И там От всех Сектантов Преследуют И такой Каримов Хороший Это Как Путин У нас Вот такой же Хороший А там Жалуются Там что делают В тюрьмах Там специальная команда Насилует мужчин И там Как их ломают И все это В интернете Выставлено Про то я не стал Говорить Это я не знаю Я только одно Но почему Православным Такая льгота Потому что Они мертвы Никому не нужны А сектанты Они показали Что они Борются за души людей Я объясню тебе Я говорил Когда мы в поездке Были Со мной Витя ты был Или нет Кэтмонский рон Нас остановил Ну Задержали Позвонили Мы обратились В милицию И натолкнулись Где тут Библиотека А они сразу В уголовный розыск Бородачи И нас туда В библиотеку Пришел И стали говорить И все Переписывают Книги Все Когда узнал Православных Вы все же Православные Конечно Так он вышел Обнимается Поручки Сфотографировались Я подумал Что нас ждет Православных А мы думали Баптисты Тут баптистов Недавно судили Они такие Чуть ли не детей Жертву приносят Это не баптисты Были Не баптисты Это православные Были Они детей Приносят Жертву Аборты Делают А баптисты Не делают У них по 18 Ребятишек Бывает Понимаешь Как Так вы еще Баптист Опять он не понимает Мы уже Сфотографировались Майор Уголовного розыска С тобой были Нет Бурла Бурла по-моему Бурла Да-да-да Я вспомнил Бурла Вот так Он еще В обычной Гражданской одежде Да-да Такой Русский он А библиотекарша Затаилась И не знает Книги-то приняли А когда сказал Православное Она мигом засуетилась Уже тогда Может принимать Ну и ладно Считай Видите Что они считают У меня из практики Жизни Хочется показать Как это живо И действенно Слово Божие И это несправедливо Несправедливо Что с нами Так обращаются Ну мне приятно Конечно Меня проводили На ней в одном месте Так было Показали В одном месте Были Зашли А те взяли Мы куда поехали Они увидели И дали знать И нас там милиция Ждет на пути А за рулем Сидел Севастьян И они остановили Проверили Документы Забрали За нами А куда без них Я говорю Если поедет в лес Пропади документы Уедем Но они завели Прямо к милиции А кто хотел Снимал Ты А ты Этот идет Снимает Он говорит Нельзя Я говорю Не имеете права Он говорит Ну там нельзя Он до дверей Дошел Остановился Ну там пожалуйста Да как Он узнал Что он православный Да он вышел Так давайте скорее Эту библиотеку Закроют Она вот здесь Они помогают Я подумал Ой-ой-ой-ой Какой кровью Харкать придется Вместе с властью Пойдут и те Которые Власти Кончаются А вместе с ней Пойдет тот Кто поддерживал ее Мы эту власть Не поддерживаем Мы только молимся За нее Чтобы она обратилась Богу Была евангельской властью Вот как А будет вместо Путина Другое У меня разницы нет Я молюсь за Петра Порошенко За Рамзана За всех За Барака Какой живой правитель Кого я знаю Для меня разницы нет Кто там это Хамени это Или Саддам Хусейн Какая у меня разница Король Саудовской Аравии Помер 91 год прожил А мог бы и побольше С его-то деньгами Ну да Так считаю Помер тоже Всякому однажды Належит умереть А потом суд Аминь 21-22 стихи Утверждающий же нас С вами во Христе И помазавший нас Есть Бог Который И запечатлел нас И дал залог Духа В сердца Наши Сказав выше Что Бог Исполнит обетование Теперь подтверждает Это То Говорит Что вы И я Учитель Ваш Твердо Будущего Будущего Царствия Отчасти И пророчествуем Отчасти Ибо Раньше Раньше Это было Когда 90-е годы Голод был Духовный Так сказать И Люди Шли И желали Слышать Слово Божие А сейчас Проповеди Сколько Но это не должно Нас Наводить на мысль На том Что Плоды наши Ничтожны Потому что Мы так плохо Делаем Мы С той же Энергии Казалось бы Делаем Это Проповедь Благовествуем Но Бог знает Когда В какое Время Все От Бога И все Для Бога И все Через Него И для Него Раньше Было Говорит Проповедь Сказал Петр 3000 Обратилось А сейчас 3000 Проповедей Один Только Может Обратиться Во-первых Время Время Я говорил Заранее Когда Тадашвих Как только Откроется Храм И людей Не будет Их Обольстят Ничего Не надо Делать Главное Что Пришел Рот Разину Проглотил И ушел Все Так И случилось Я заранее Говорил Тогда Везде Сбор Общесоюзный Был На храм Христа Спасителя Он не нужен Теперь Видим Там Пляшут И что Угодно Делают Не нужен И храмы Не строят Храмы Пока Община Сама Не построят Не надо На храмы Собирать Деньги Не надо Если Она не может Построить Общину Зачем Сообща Не могут Молитесь На дом Ежедневно Собирались По домам По домам И все Ну мы молимся Молимся Да какой храм Без купола Храмом Называется Любое сооружение Любое место Даже по открытым небу Где есть Престол Где совершается Божественная литургия Все Не купол решает А только Божественная литургия Запомните это Это мы зашли В тюрьме Эта литургия Совершается На жизни Святого Лукьяна Стали Совершать литургии Они говорят Да уже Не первый век А мощи нужны А он лежит Скован Он говорит На грудь ко мне Поставьте Чашу Вот вам алтарь Престол На грудь ко мне Вот это и престол Вот это понятно Была вера И они совершили Литургии На груди у него Святой Один из самых Крупных святых Особенно Прочитаемых У католиков Он православный Святой Мы совершали Первую литургию После Потеряевки То не было Потеряевки Никто ее не совершал И приехал Отец Наум Борщуков Мой крестник И совершали Помнишь я? Я приехал Когда мы приехали Дочь крестить Мы ждали Когда вы вернетесь Оттуда Из леса Вот где сейчас Склады наши находятся А там это все Был Тольник Большие деревья И он на дерево Мы прибили Дощечку Он на нее Свящи поставил И там идет Литургия Снимки остались Снимки Кто снимал Не знаю Первая литургия Была там Где большой склад Этот Вещевой Отец Наум Это первый Священник Совершивший Литургия На территории Потерявки Со дня Ее основания Так что Батюшка Тут не первый Но И первый Кто там Крестил Священник Первый Был Отец Наум Ну как Как вы говорите В Потерявки Был храм Был храм В свое время Не было Никогда 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 Пешком ходили В Корщину В Корщину Был храм И в этом храме Сделали кинотеатр Я там чуть не погиб Колокольня Высоко было Забираться Но в колокольне Я не знаю Как она колокольня Ты входила в храм Видимо Не до самого верха Лезет А там Подойти к это А кино Охота смотреть Чапаева А я там учился И поползли По этой балке Я был Оторвался с нее А то туда Влететь вниз Там еще бы было Где Когда уже темно И надо К этому К окошечку И тогда я буду Видеть что там На экране Видишь На полном серьезе Все это было На учении Никакого не было А тут Чапаев И ночью Представь себе В храме Кто думал Что я буду молиться Там и в храме В настоящем Да Но начиналось Все с кинотеатра Как все Господь перевернул Да А он там Сгорел И все Они еще говорят Нет Может и не сгорел Разобрали Еще Да Минуточку Вот А плоды есть Все таки Вот братья ходили Когда крещение было Ходили А люди звонят Да Да Вот Пожилая Видимо Женщина И говорит А куда к вам На занятия прийти А куда вот сказать На занятия прийти Вы что не сказали про меня Нет Про тебя не сказала А что же вы тогда Свои телефоны Там понапечатали Ну что Не знаете На полном серьезе Разговариваем Вы как маленькая Нет 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 Ходить надо На занятия Будет Да Ко мне Ко мне Восточная 99 Направляйте Так вот напиши Напиши На бумажке Всем Скажи Кому Всем Мне Вчера Ко мне Звонили Мне В частный дом Посылайте Мне никто Не дал полномочия Открывать Незнакомому Человеку Я Подожди Она правильно Говорит Постоянно вам Говорим Занятия У меня В среду И в пятницу С двух часов Дня Игорь Сейчас не об этом Речь идет Незнакомым Людям Давать Знать не знает Кто-то С вокзала Звонит И все Ты еще Не испытывала Этого Так что Она говорит Правильно Брат Что знаю И что ты Разрешил Но ты должен Встретиться За пределами Дома Где-то Созвониться И тогда Разрешить Или не Разрешить Как эти В чужой дом Тебе посылать Это бабушки Они там Со мной Разговаривали Позвоните По телефону Вас направят Вы сейчас Меня взяли Вот как Ободрали И все Мужчина Подожди С ребенком Она хочет Еще с ребенком Она пойдет В незнакомый Дом Неизвестно куда Вы объясните Все Что для взрослых Не с ребенком А с ребенком У меня Какое предложение Если будут Еще звонить Вы говорите Оставьте свой номер Мы вам перезвоним Все Нет Они не оставляют Вы дайте мне На бумаге Напишите Давайте вот этот Телефон И вам будут Звонить Адрес не давать Только телефон И с вами Он будет Разговаривать И тогда договоритесь Я на себя Миссию не беру Скажут А ты на меня Наслал А он может Начинается Не суди о том О чем не знаешь Вот плетется По дороге Нищий Ты по нем От жалости Рыдаешь Он же прячет Нож за голенищем Я тебе Такого пришлю А он ко мне Иван Тихонович Рака за камень Давайте не будем заводить Вы что сами С этими людьми Поговорить не можете Что ли Я поговорю Мы там ходим Благовестуем Ваши телефоны есть Подожди Ну таки поговорите Ко мне поговорим Я вот ссылаю Мои дети Московской патриархии Там храмы Я же не знаю Кто звонит Игорь Кто он такой Он называется такой Я говорю А он сразу вопросы ставит Я говорю Пойдите Вот в Знаменском Хороший священник Там Ну на Спартаке Там Дмитрия Ростовского Называй его А я был Там нет никак Я вижу Он не то ищет Я говорю Пойди в епархию У вас там Хорошие священники Я откуда знаю Может это специально Провокатор Рядомся от священники И слушает А что же он скажет Игорь Маленько шире Умом надо раскидывать Я ему ответил Я что ответил Я ответил Что открыты Там курсы Идите туда Сходите Он еще раз Я понял Что никуда не ходил Ему это и не надо Я три раза переговорил Больше сказал Не звоните Иначе я вас заблокирую Это не очень просто Игорь Это на самом деле Надо осторожность У тебя дом один И ты один С собой не рискуй Если бы бабушка звонила Тогда вопрос другой Изводит мужчина И видно Мужчина другой разговор А бабушек поправляйте Бабушка мне не звонила Дайте адрес Бабушкам я буду давать Адрес и телефон А лучше по телефону Дома ты или нет А то и так Приходите А жена может сказать Больше Чтобы ни одного не было И все Это все быстро делается Ко мне надо Нельзя приходить сейчас У меня другая обстановка Ко мне приводит Николай Шевченко Я привел Он такой Он заходит только А я говорю Три поклонно положите Он сходу мне А что вы меня учите Я говорю Соглядываюсь Будьте мудры Написано 10-17 Евангелие от Матпе Остерегайтесь людей Напишите Остерегайтесь Зачем это сказано Не написано Живой поворотой Остерегайтесь людей Прямо Остерегайтесь людей Росветательный знак Поставь Ибо они будут Предавать вас А каких людей А вот теперь Разбирайся Каких Не рад Ничего будешь Я знаю Тут Адвентисты Седьмого дня были И у них Пресвитер был Николай Как я помню Ну они заключенные Тут освободились Они сразу Видимо стали искать Где-то А может там Адрес дали И они их нашли Узнали Когда собрание Вот на собрание Ходили Два друга Но когда его там не было В это время Они пошли не в собрание А к нему домой Все собрали Своё собрание устроили Собирать вещи Потом Отключили газ Утюг включили Под подушку положили Теперь когда загорится Рванет Ищи Ветра в поле Но она Сотляла И Не взорвалось Видимо газ не пошел А их поймали Вот тебе надо Доверяйся А это скажи А это мог быть Я поблагодари Бога Что она так говорит Сестра к месту сказала Я говорю На практике В городе Барнауле Как это было Притом не один раз Вот у нас здесь Священник Он хороший священник И кто-то мне рассказывает От Суханов Анатолий приезжал к нас Еще на Шестаковой Ане Панкратине Женился И вот Батюшка им дал шубы Интересно батюшка какой Одел их Работают хорошо Но вот появился Их там три Кажется было Или четвертый Пришел И что они С собой не поладили Мгновенно Они на его стороне Кинулись на батюшку И он полуживой Остался Все Звериное осталось В них А он их проверил Ну я не знаю Как он их проверил Меня Бог миловал В моей жизни Такой ошибки Ни разу не было А могло быть Только я же человек Ян Затаус Уезжает за Босфор Командировка И оставляет Вместе себя Видимо Любимый был Север Или Север Его звать Митрополита Оттуда возвращается Он заперся Не пускает его Уже все На престоле сидит Да я же тебя оставил Похозяйничать Пошел ты отсюда Кто ты такой Знаете Знаете Златоустов Да он не разбирался Нет не разбирался И Павел И Павел Не разбирался Потому что Душа человека Это другой континент И Павел Ошибался неоднократно И Иоанн Богослов Ошибался Я треб Говорит Нас не принимают И тех Нас принимают Гонят Кто он был Пресетер Или рядовой Ну начальство Какое то было Давайте Начинайте Тогда молиться Я вообще Ничего Ничего не понимаю Как тогда Собирать людей Уже я сказал Восточная 99 Я приглашаю людей Я приглашаю Вы Я знаю Все эти припуги Вы все это Рассказывали Ну сто раз Мне А может больше Теперь мы Решили Вы сказали Собирайте там Людей Ходите там По своим районам И у себя Собирайте Ну вот уже Начали собирать Дальше Что теперь дальше Еще говорить Вы Такой баститый Старый Профессионал Проповедник Православный Ну так вы то И давайте Решайте Вы то Ну помолитесь Позвоните мне Позвоните мне Позвоните там Братьям Мы там Мы там специально Сидим Занимаемся Чтобы кто то Пришел Занимаемся Молимся Трудимся там Все время Шестером Вы ничего не знаете Ну вы сестра Сестричества Вперед Знайте Значит Приглашай Ну бабушка Мы с ними там Беседовали Несколько пар бабушек Мы им сказали В беседе Они там Несколько минут С нами стали Может 15 И там даже Есть кое-где И они говорят А мы тоже Заниматься Да Будем заниматься А куда прийти Я им не говорю Куда прийти Я умный уже Очень Я знаю Что люди будут нас знать Я говорю А вот позвоните По этим телефонам И бабушки Позвонили Они исполнили Ну теперь дальше Это уже можно Какую-то милость им Оказать небольшую Ну дать шанс им Хотя бы В Московской Патриархии Шансов Считай что ноль У нас то Какой-то шанс Есть что они Ножом ко мне придут Но если уже И зарежут Ради этого дела Ну уж Ладно Простите меня Братья и сестры Лягу я костюми там Да они меня увидят У меня собачка До сих пор Ко мне привыкнуть Не может Ссыться Меня видит Когда я выхожу Ухра Уж бабушки Эти Уж наверное Меня не зарежут Если ты так будешь Разговаривать Они испугаются Вот Татьяна Кузьминишна Я прошу вас Со мной на благовестие Сходите хоть раз И вы будете знать Боятся меня бабушки Или нет Они меня от макушки До пяток Зацелуют бабушки Как я разговариваю Когда идет Когда идет Проповедь А когда я сейчас Разговариваю Это я другой Потому что не надо Меня раком За камень заводить Все время То одно То другое Вы что Мы людей приглашаем Разговариваем Там беседуем И вдруг А-а Целают туда-сюда Что это вы тут За бюрократию устроили В этом деле У нас только там Надежда Васильевна Придет И все бабушки Будут православные Как одна Она знаете Как умеет Разговаривать с ними Бабушек она любит Разговор идет О бабушках Не о мужиках С мужиками Тут другой будет Разговор уже Хотя Это другой разговор Я знаю вас Вы профессионал А Татьяна Кузьминична Она женщина Разговаривает Она с мужиками И не будет разговаривать Я понимаю Она то что Ты помнишь Я постоянно Звонил и звонил И звонил один Уж отбилась Я не знаю Как отбилась она Так вы что На нас то их не переводите Вы переведите На братик Мы с ними встретимся Где нибудь Да и все Дела то какие Войдем Поговорим В тамбур И все Я приеду Он меня посмотрит И ему хватит Это вот Кто меня не испугается Все Кто будет православным Читаем Обратим Камень Противления Библии Библии Слово Я подюх У меня один знакомый Знакомый С баптистами Познакомился Она долго Замужем не была Там уже 35 Или сколько лет А он работал У баптистов Там принимает Гостей Которые Ну и с ним Познакомился И она Он ее к себе Пригласил Он женился на ней Ну однажды Напился пьяный Да сколько с вами С баптистами А сам уже С баптистами стал Взял нож Сейчас на трех Баптистов Меньше будет И чем кончилось Полным крахом Тут никак Мы можем показать Только Кротость Смирение Тишину Божественную Чтобы нас Никак Нигде не смогли Даже косвенно Упрекнуть Мы должны Образ Христа Показать Представляешь Сергей Ты хотел В библиотеку К этой приглашать К воровой Ладно Считай Бога призываю Вас Свидетели На душу мою Что Щадя вас Я до сей Не приходил В Карим Толкование Выше Сказал Что Не пришел К ним Потому что Не имеет Власти Над собою И не Не был Допущен Духом Как же Теперь Говорит Что Не пришел Щадя Потому что Или это Самое Случилось По воле Духа То есть Дух Внушал ему Мысль Не ходить Чтобы пощадить Их Или сначала Воспрещал ему Дух А потом Он и сам Рассудив Что это Лучше Остался Заметь Мудрость Апостола Тогда Как говорили Ты потому Не пришел Что кажется Возненавидел Нас То утверждает Противное Я потому Не пришел Что щажу Вас Говорит Потому что Некоторые Между ними Были Согрешившие И не покаявшиеся Которых Он наказал бы Если бы Пришедший Нашел их Неисправившимися И так Остался Чтобы прийти Уже тогда Когда исправится И не иметь Повода К наказанию Вот потеряевка Сколько Людей Нище было Я хочу В потеряевке Быть Приехать Посмотреть Ну что смотреть Вы жить Там не будете Нет Понимаешь Я какой-то На душе Такой Нехороший Осадок Один звонит И Прям нехороший Я не могу объяснить Почему такое А женатый Нет не женатый 35 лет Но я не один Но я не один Товарищ Знакомый А мне Очень хороший Такой Духовный Человек И говорит Ты еще не понял Что ли Это Садомит Звонил Вам Садомит А ты Не видел Когда он Сказал Я тогда Заново А все записано Я опять прокурпил Да и правда Ну как-то Ну непривычно Жутко Стало Представь Потеряю Он приедет А я хочу Посмотреть И один Просится С семьей Ну хорошего Ну сейчас Я тогда Вывел на батюшку С батюшкой Говорит У нас Оградка Какая Полтора метра Снегом Засыпано Кельи Два метра Видите Показывает Я поставил Сейчас Полностью Замурован Сейчас Ничего Не выйдет Еще приедете Вас встречать Неудобно Вышли Вот Вот Такой Наверное Угрок Ничего себе Весна Вокруг И только сейчас И видно Прямо Сразу Человек Грубел Другими словами Говорит Ну батюшка Говорит Ну будет Весна Может Будет Посмотреть Землю Там что Скажем Только сейчас И все Больше Не звонит Как будто Нет Что Человек Ищет Откуда Я знаю Ну не поводу У него Ити Ну хорошо Доехал До Барнаула Можно Дальше То как Транспорта Нету Остановка Там делается Один раз В день И каждый Я не знаю Ночью Никакого Здания Нету Чистое поле В какой Стороне Деревни Не знаешь Дороги Вообще Никакой Нету Еще Дальше У нас Был один Поехал Но не доехал Его в кустах Весной Только нашли И все И сразу Расчищает Как-то Человек Ну не на поводу Жил у них Ити А вот этот Олег Помните Приходил Который Через В Тогуле Через Меня К вам Еще выходил Телефон Спрашивал Потом у меня Жил он А потом Сергей Жил И Сергей Заметил Что Парнографические Сайты Открывает И тут Мы идем В колонне С хоругаями Где там В колонне Крестного хода И он такой Раз остановился И встал Так все прошли И он такой Встает Выговорю Ну-ка иди сюда Олег Он подошел Все поздравился Такую бородку Опять отпускает Отпобрился А он ушел Из-за того Что у него Девушка Жениться решил Я говорю Ну как у тебя Девушка Как женитьба Все девушка Рога ему наставила Он успокоился Да Вот такой И такой же Теленок Все Под отцом Ну так продолжает Учиться Год пропустил Из-за этой девушки Ничего А мы как раз С Володей вдвоем Сергия нету И народу столько Вот надо раздавать же Все И мы туда-сюда Не успеваем И тут помощник у нас Ты будешь нам помогать? Буду В интернете говорят Вот на этом Благовестии вашем Только один вот этот Мужик Вот он есть Он чем-то напоминает Какого-то там Не знаю В каком-то фильме Апостола Петра Щепленника Матриежа Вот этого друга Он один только там Верующий был Остальные все Не верующие Но имеют в виду В ряду Которые стоят А в ряду Ну да Это так В ряду Не наши Естественно Еще бы там верующие были Хорошо, что меня определили Слава тебе, Господи Все-таки в разряд верующих Остесли Какой Приехал вот я Михаил Петр Я обратился Михаила Анна А там к ним приехал Баппист говорит И не идет работать Екута Лежит на диване Поет Поет песни Ну решили поговорить Скажи, а жена у тебя верующая? Он сразу А куда она денется? Вот туда говорит Куда она денется? Я условия поставил Или к баппистам идешь Или Ну все понятно Поет она Только поет уже другим тоном А куда она денется? С холодной водкой 24 стих Последний Первый главы Не потому, будто мы берем власть Над верою вашу Но мы с поспешистоваем Радости вашей Ибо верою вы тверды Так как сказанное Отзывалось Властью Ибо щадить других Может тот Кто имеет власть Наказать их То смягчает Жесткость речи Не потому Говорит Сказал я Что щажу вас Что хотел бы Властвовать Над вашей верой Ибо вера Дело Произволения И никого Не понуждает К вере Против воли Но почитая Вашу радость Своей радостью Я не пришел Для того Чтобы не ввергнуть Вас в печаль И не опечалиться Самому Ибо я Все делаю Для вашей радости И остался Для того Чтобы только Угрозой Исправить согрешивших И вам Не причинить Никакой скорби Скорость С кротостью Беседует с ними Так как В первом послании Довольно Уже поразил их Слова его Значит следующее Что касается веры То вы в ней Стоите И я не имел Причины Жаловаться на вас Но впрочем Вы поколебались И если бы Не справились И я восстал бы На вас То и вас Опечалил бы И себе Причинил бы печаль Вот у вас было У кого-то такое Вы идете на занятия И говорят Ну а теперь Я дома прошла То что в прошлый раз было И Хотелось бы сказать Добавить Хоть у кого-то было Или так Пришла Сидела и пошла Ни разу не было Желания Дома просмотреть Этот материал Тем более у вас Книги есть Прочитать и сказать Тут я не сказала Не знал Ну теперь я разобралась Дома Теперь приду Я уже скажу Какая-то новая мысль Может быть Или разъяснить Ну давай, Нина По порядку Хотелось бы тебе хоть раз Да мне все некогда Я ни разу об этом Даже не подумала Чтобы посидеть Снова вернуться Дома читать Я что-то Мне хочется Что-то новое Почитать еще Вперед Вперед Почитать что-то Хочется Я сейчас ваши книги Читаю То я читала Их поверхность Теперь от курочки Сейчас, сейчас Пошу Вася А о чем она говорит Я плохо слышу Перескажи Новые книги Ваши читаю Ну да А тебе не охота Что-то сказать было бы Разобраться Почитать Тебе охота Было что-то сказать Нет? Нет Нет Ну тебе, Мария Не охота Сказать что-нибудь Потом Дома додумалась Дальше Что, говорят Сидишь Спряталась Я ничего не спряталась Ну, Александра Михайловна Иногда голос подает Я хожу на занятия С большим удовольствием Я слушаю У меня Где-то начинается Что-то Открываться А домой Прихожу У меня Какие-то Другие дела И я читаю Другую Я тоже Богодуховную Я читаю Евангелие С толкованием Каждый день По одной Главе Мне открывается Но у меня Нет Дара Речи Я даже Когда-то И пытаюсь Что-то спросить Братья Знаешь Что мне Очень трудно Говорить Очень трудно Говорить Я Я читаю Много Ну, наверное У меня Нет Понятия Слова Я вот Читаю Я как бы Вроде бы Понимаю Ну, где-то Что-то Я потом Начинаю Я не могу Говорить Я понял Так, теперь Когда муж был живой Ты перед ним Как-то оправдывалась Когда-то Было, что Обвинял Оговаривалась Было такое Ой, у нас Такого не было За всю жизнь А сколько прожила С ним Ой, я уже Больше сорока лет Я прожила с ним И ни разу Нигде Я ему не хотела Перед ним Оправдаться А что было Оправдываться Я была Как бы Сама Хозяйка Я что хотела То и делала Он оправдывался Там он оправдывался Основной И он И он И этому Не оправдывался Он У меня был такой Игнатий Тихонович Что вот Его не тронь Ничего Кроме Его не говори И он тебе Ничего не скажет Я вот что скажу Валя Нина знает Валя Сортисон Я с ней беседу Этот вопрос задал Я Ну, я Говорит Так А я все время Казалось Что я мудрее Его Ну, я не мудрая И говорит Он ничего не скажет А я стараюсь Я с грамотнее Мудрее Я говорю Ему нравилось Нет, не нравилось А теперь ты понимаешь Теперь понимаю У меня произошло Так Вот так Вот это раскаяние Тогда пришло Я геолог Нет Геолог Это под землей Виктор Андреевич Ну, давай Очень короткий случай Расскажу Я ходила на лечение К хирургу И вот последний день Я заканчиваю Моя последняя встреча С хирургом Вот это было На прошлой неделе И вот сейчас И вдруг У Виктора У моего мужа Тоже случилась беда Вот тут Ему пришлось вскрывать Вот тут локоть И к этому же хирургу И он у него спрашивает А он же с бородой У него красивая борода И у них там отдельно Я вот за дверями А он там И он у него Хирург спрашивает Говорит А ты что верующий? А он говорит Нет Он говорит А что у тебя жена верующая? Он говорит Ну да У меня жена-то верующая А кто она? А он у меня уже Это спрашивал Он уже знает У меня уже с ним беседа Не одна была И он говорит А что же тогда Ты бороду носишь? У тебя жена верующая Он говорит Да У меня жена верующая Она православная христианка Ну да Коты же Бороду-то носишь А он говорит А нам зачем Две мамы дома У нас должен быть Мама и папа А он на него посмотрел А что он тебе сказал? А он говорит Вот это ты попал Он не посчитал Что вот это ты попал Под жену Ну да Под комбут Между прочим Где жена молчаливая Браки более прочные Это статистики говорят Аминь Могу сказать Что да Аминь Это зафиксирует Опытных людей Да Ну что Призывай Все что молчат Призываю вас Игнать Тихонич Разнесите на Литву За нас Призывай А где же Лена-то Полетите Это явно мороз Сегодня из-за мороза Скорее всего машина Не завелась У них и все Нет Николай Если бы заехал Боже милости Будь мне грешен Создавай мне Господи Помилуй мне Брящеславец И грешил Господи Прости мне грешен И помилуй Благодарим Тебя За этот дивный день Напоминание Твоей дивной победе Над сатаной Над грехом Духом Святым Ты открылся нам Мы признаем Тебя Своим спасителем Который умер На Голгофском кресте И пролил За каждого из нас Свою причистую кровь Услыши Наши молитвы Воздыхания О родных О чем мы говорили Найди нам место Для занятий Дай еще священника Добрых Знающих Тебя Жителей поселения И расширь пределы Наших общин Установи мирно Украине В Израиле И всюду Где идут войны Наведи страх Твой на правителей О нас Во благо нам И прими нашу молитву О всех Заповедавших нам Молиться о них Спаси их И помилуй Аллилуйя Аминь Говори Господи Владыка Слушай ты Слыши Раб Твой Аминь Аминь Во славу Божию Спасибо Спасибо Так Закрывайте книги Там Аминь Спасибо Спасибо